Мам, приветик! Слушай, откуда идёшь ты? Да в магазин, да. Мамуль, слушай, а я соседку нашу видела, тётю Таню. Она знаешь, что мне сказала, что у нас какой-то дядька дома ночевал? Ну, так это Николай Юрьевич ночевал. А что это он у нас ночует-то, мамуль? А что? Ну, я живу одна, почему он не может ночевать у нас? У вас что, отношения, что ли? Ну, а что, ты первый раз-то слышишь? Мы уже давно вместе. Мам, ну как бы встречайтесь на его территории. Что такое? Какие-то мужчины к нам ходят в нашу квартиру. Это не ваша квартира, это моя квартира, девочки мои. Это не наша, наша общая квартира. Мам, ну мы против, мам. Кто против? Ну мы против, я и сестра. Да, конечно, я вас забыла спросить. Детки-конфетки. Очень интересный случай, на самом деле, от женщины РСП. И мы все говорим о том, что, ну, раз ты родила детей, живи ради детей, не таскай в дом мужчин. Но здесь, я так понял, дети уже выросли, да, она их уже выпустила во взрослую жизнь. И, конечно же, она имеет право, по моему личному мнению, выстраивать уже отношения с другими мужчинами. Но, детки-то у нас против тут оказывается. И для этого существует три причины. Первая причина. Они ревнуют мать к этому мужчине, да, что, типа, ну, блин, она теперь будет часть своего времени отдавать ему. Второй момент. Они любят своего отца, настоящего биологического, так и не хотят рядом с матерью видеть, даже если родители давно расстались с других мужчин. Третье. А квартирка-то, как говорят, общая. И такое может быть, что дети думают, что одну мать-то здесь жить-то легче будет, чем если она приведет в дом мужика. Вот такая вот сложная ситуация жизненная.